В конкурсе участвовали 600 врачей со всей страны. Второе место в номинации «Лучший офтальмолог» занял заведующий отделением офтальмологии горбольницы номер 4 Виктор Симыкин. Именно с его приходом в Сочи начали активно внедрять витриоретинальную хирургию. Город оснастил больницу дорогостоящим оборудованием, позволяющим делать сложные операции. Раньше для этого приходилось ехать как минимум в Краснодар. В двух случаях травмированным пациентам офтальмолог-хирург сохранил зрение. У нас были, если можно так сказать, особенные пациенты, которые, к несчастью, получили травму глазного яблока, достаточно тяжелую. При этом нам удалось не только сохранить целостность структуры глазного яблока, но и еще и дать пациенту высокое качество зрения, как следствие высокое качество жизни. Только в этом году в 4-й больнице провели 490 высокотехнологичных операций. В целом же в Сочи работают 35 медицинских учреждений. В них более 5000 людей в белых халатах. Медсестру я работаю в больнице вообще с 65-го года, а в детской поликлинике я работаю с 76-го года. Ну, работа сложная, ответственная, но я ее люблю. Коллектив замечательный, руководство у нас. Если бы, конечно, коллектив очень хороший, поэтому я и задержалась столько времени на работе сейчас. Активно на курорте развивают и здравоохранение, как говорится, в шаговой доступности. Построены и отремонтированы 39 фельдшерско-акушерских пунктов и 4 здания врачей общей практики. За последние годы врачам выделены более 280 квартир. И в этом году, несмотря на то, что поликлиники и больницы теперь относятся к Краевому министерству, город продолжит поддерживать медработников. Уже многие врачи начали переживать по этому поводу, что вот как же теперь нам не дадут. Мы передадим их Краю, Министерству здравоохранения, а Министерство здравоохранения обязательно отдаст тем, кто нуждается в этом. Потому что делить сегодня на наших и не наших не надо, потому что врач, медсестра – это наши в любом случае. А вот из какого они источника финансируются, это, наверное, народ совершенно не волнует. В целом же в Сочи естественный прирост населения за 4 года увеличился в 4 раза. Только в этом году у нас в городе родились 2872 малыша. А показатель перинатальной смертности почти в 2,5 раза ниже среднероссийских показателей. В этом прямая заслуга сочинских медработников. Особо отличившихся сегодня наградили знаками почета за трудовые успехи на благо города. Галина Моисеева, Алексей Давыдов, телекомпания ФКТ.